В Институте управления экономики и финансов Казанского университета прошел третий очный этап конкурса «Презентация научных работ студентов». Он проводился по двум направлениям – естественные и инженерно-технические, и социо-гуманитарные работы. Мы всегда с нетерпением ждем этого конкурса, работы многие годы в составе комиссии, в составе жюри. Мы видим, что уровень исследований, уровень подготовки, уровень тех докладов, которые представляются нам, с года в год растет, и это очень отрадно. Конкурс проходит в три этапа. Первый – отбор в структурных подразделениях. Второй – экспертиза работ конкурсных комиссий. И третий этап – презентация научных исследований студентов. В этом году на второй этап было подано 139 работ от всех структурных подразделений. На третий этап дошли 28 работ по социо-гуманитарному, по естественному научному блоку – 17 работ и 6 работ по инженерно-техническому направлению. Студентка второго курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Анна Портных уже не первый год участвует в конкурсе. В этом году она выступила с проектом «Жанровое разнообразие и специфика функционирования современных студенческих проектов в Казанском федеральном университете». На самом деле это очень интересно, потому что все с разными научными работами, здесь все с разных направлений. Очень интересно посмотреть на студентов других вузов и других направлений. Надеюсь, что свою работу я представлю достойно. И у нас у всех все получится. Мы с моим научным руководителем на протяжении нескольких месяцев собирали данные, анализировали их, сделали таблицы и изучали очень много информации, неизвестной мне до того момента, как мы начали. И, соответственно, потом просто собрали все это в большой интересный проект и решили выступить на конкурсе. Участие в конкурсе могли принять все студенты Казанского федерального университета. Победителей наградят различными призами и денежным вознаграждением. Итоги конкурса будут оглашены 20 мая.